Приветствую всех любителей рыбалки Финляндии. На календаре середина августа я нахожусь на озере Ара-Ярви. Здесь во второй половине мая отдыхала компания рыбаков из Израиля, Альберт с друзьями. Они тогда натаскали щуку, окня, судака, жереха и по-моему даже взяли форель. То есть рыбалка у них задалась. По ссылке можно посмотреть видео с канала Альберта. Он ведет свой канал, где записывает ролики о рыбалке. Рекомендую посмотреть. А я сегодня приехал сюда, чтобы проверить этот водоем. Потому что через 4 часа я должен передать лодку Красный Дьявол рыбакам, папе и сыну Захару с Максимом. Захар, Максим, увидимся с вами через несколько часов. Так вот, я хочу быстренько за несколько часов постараться найти точки, где в это время года стоит рыба. Чтобы рассказать им и помочь с рыбалкой. Чтобы они долго не искали места, где концентрируется рыба. А практически сразу начали свой отдых с успешной рыбалки. Я на первой яме. И смотрю сразу же какая-то тут, вижу, бель подо мной. Кстати, вот тут что-то такое ползает даже вполне нормальное. Сейчас попробую подбросить приманку этой рыбехи. Так, поставлю на передний мотор. Отпускаю, фиксирую и ставлю на якорь. Мотор зажил своей жизнью. Первую рыбу пытаюсь провоцировать. Заинтересовалась приманкой. А вот и первая рыба. А, это щука. Тут щука гуляет. Реально. Тут много вот такой вот щуки, такого вот размера. Классно. Буквально сколько, наверное, 10 минут не прошло. Здесь метра четыре. Вот она. Метра четыре с половиной. Да, вот четыре с половиной. А я продвинусь чуть дальше. Вот здесь семиметровая. Технология у меня следующая. Я под основным мотором. На скорости где-то три километра час, два с половиной. То есть очень медленно иду. И датчиком лайскопа медленно просвечиваю во все стороны. Датчик лайскопа очень узкий, 20 градусов. Поэтому приходится постоянно его так медленно поворачивать во все стороны. И смотрю, соответственно, в экран, куда выводится от него информация. Вот сейчас показывает очень много бели. Дальность я выставил 30 метров. Потому что, ну, это чем... Если больше, то не очень уже хорошо видно рыбу. И вот еще... Вот это все показывает мелкая рыба. То есть крупная рыба будет, ну, реально такую... Прямо ее видно. Вот на соседней лодке парни тандемом ловят лайскопом. Один сидит перед экраном, крутит ручку, направляет точно луч лайскопа к рыбе. А второй рыбак со спиннингом подбрасывает ей под нос рыбу и тоже смотрит на экран, куда летит приманка. Ну, куда ты делся, большой судак? Судак. Где-то... Это судак. Хороший судак. Ух ты, хороший судачара. Хо-хо-хо-хо-хо-хоу. Вот такой вот красавчик. Вот как на карте выглядит это место. Яма 6 метров. Там где-то 6,5 даже получалось. И вот в точке, где вот я крутился. Все, я завершил свое исследование. Посмотрел фактически две ямы. На одной яме поймал небольшую щуку. На второй поймал хорошего судака. Значит, много очень кормовой рыбы. Так называемые бели. И это как рыбный такой суп. Среди даже кормовой рыбы достаточно тяжело различить вот этих хищников. Они прям появляются, как будто ниоткуда из этой стаи вылазят. И подходят, смотрят приманку. Место интересное. На второй точке, на второй яме стояла спортивная лодка. Парни крутились примерно на пятачке, я не знаю, там 40 на 40 метров. Все вот эти полтора часа. Я видел, они таскали и щука у них была, и судак. Рядом также проплывало несколько лодок. Они уже в троллинг пытались ловить. Я думаю, здесь достаточно интересно вечером походить, половить на дорожку. Если нет приборов. Если с приборами, особенно с лайскопом, конечно, зависать на этих ямах. Я выгрузил все свое рыболовное снаряжение из лодки. Меня уже ждет Захар с Максимом. Поэтому прыгаю и плыву, 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 чтобы им рассказать. Это парни из горячего Израиля. Они-то приехали как в прошлом мае? Нет, позапрошлом мае. В прошлом. В прошлом мае приехали. Первый день ничего не халевало. Второй. Плохо, плохо. А потом взяли щуку. I'm the best. Слушай, я вставляю кадры, где Максим танцевал. Он вообще с ума сводил лодку. Всех, кто был в лодке. Но он долбил щуку. О, Большая! Большая, реально! Держи! Держи под водой. Нет, все, она не уйдет. Она там все обратила. Сказал, рассказал. В места, где у меня была поймана щука и судак немножко потроллили. Надеюсь, у ребят все получится. Они здесь отдыхают больше недели. А у меня на этом все. Удачной рыбалки и классного отдыха в Финляндии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова